Всем привет! Я Виктор Стельмах и это мой видеоблог Стельмах Правду. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я на тесте нового Land Cruiser 200 и новой Toyota Hilux. Сейчас посмотрим, что это за машинки, покатаемся на них. А пока можете посмотреть, как они выглядят. Совсем немножко изменилась внешность у Land Cruiser 200. Это большущий солидный автомобиль. Огромный солидный автомобиль для серьезных людей, которые не боятся много платить за топливо, потому что Land Cruiser 200 с мотором V8, а это значит, что мотор у него восьмицилиндровый, потребляет очень много топлива. Когда-то на одном из тестов у меня расход топлива на Land Cruiser 200 был около 40 литров. Поэтому, прежде чем купить такой большой и солидный автомобиль, подумайте, не стоит ли для начала купить АЗС, а после этого уже покупать Land Cruiser 200. Внутри Land Cruiser 200 выглядит вот так. Как обычно, кожа, как обычно, дисплей. Все очень монументально, все очень здорово. Дерело похоже, что натуральное. Сзади, естественно, места полно. И, судя по всему, тут есть... Нет, в этом варианте нет третьего ряда сидений. Хотя они вполне могли бы тут поместиться. Но Land Cruiser 200 – это не такая машина, которая требует третьего ряда сидений. Зато Land Cruiser 200 отличается просто огромным багажником. Вот. Причем багажник этот двухстворчатый. Он распахивается вот так вот. И, если вы небольшого роста, то, конечно, тут можно жить. Хочу обратить внимание, что багажник на электроприводе. Вот. Нажимаем на кнопочку. И крышка начинает автоматически закрываться. Это удобно и приятно. На Хайлаксе комфортнее, между прочим, ехать. Что ни говори. Ты первый, кто это сказал. А разве это не правда? По-моему, это правда. Ну вот, средний расход топлива 30 литров. Это же бензинчик у нас. Это дизель. А, из бензиновых не продают. Это дизель восьмицилиндровый. Да. В-8. Да. 30 литров дизеля. Ого. Поднимаем подвеску. Хотя здесь можно не будет поднимать. Женя, а просто в этом максимуме сколько получается? 23 сантиметра. Вроде бы 28. 28. Это при поднятии подвески? Угу. А вот этот вот контроль крена кузова вон там в градусах. А есть какое-то вот предупреждение, когда он достигает критического положения? Критическое положение начинается после 40 градусов. Тогда, возможно, уже за 40 можно подпитывать. На предупреждение идет на пидорчике? Да нет. Просто аппетитывать? Ну, я не пробовал. Не в курсе. Не, ну какие-то тесты же проходила машина. Не, ну просто, знаешь, такие вещи даже лишний раз и не сообщают, чтобы дураки не пытались проверить. Будет пикать все-таки на 41 градусы или не будет? Это у нас следующий участок, так называемый мост. Бревна не закреплены, поэтому проехать по ним достаточно сложно. Ну, вот лендкрузер проехал. Можно в процессе добавлять скорость, добавлять, потому что здесь некоторые участки. Ну, сейчас сами управляете или она сама едет? Не, она сама едет. Я только рулем и вот могу регулировать скорость. Женя, а насколько вообще, на твой взгляд, вот эти вот игрушки по ходу дела, ну, они оправданы? То есть, ты говоришь, можно на ходу, можно на ходу. Насколько вообще это... Ну, для человека, который не знает, как управлять, его вот так научить, и он проедет там, где он сам не проедет. Ну, свое мастерство, например. А так, по крайней мере, он и не закопает. Что-то будет тяжело, вот на плате. Да-да. Чуть-чуть. Кажется, они показывали. Здесь тоже можно активировать помощь в повороте, потому что здесь поворот крутой достаточно. Да, халюк не вписывается с первого раза. А, назад сдает. А мы за счет вот этой системы... Ну, вот, теперь понятно, что мы уже... Где-то в лесу иногда бывает. В деревьях. Да, эта система отличная. Я думаю, что происходит с Тойотой. Угу. Тут как раз вот, уп, удачно видно сразу три автомобиля, и каждый из них... Свою полосу препятствия преодолевает. Вот, обратите внимание, как работает вот эта система. Да. И сейчас мы будем ехать. Вы обратите внимание, насколько большой радиус. Угу. У нас, как практически на месте, как танк, развернулась Тойота Лэнд Крузер. Ого. Как он поднялся. А вот нам придется немножко заехать на... А мы заезжаем на горбик, потому что мы иначе, да, даже и не вписываемся, да. А Лэнд Крузер вписался благодаря тому, что у него есть система подруливания колес. Основные препятствия закончились. Ого, вот какой подъем, и вон там внизу виднеется Лэнд Крузер, за которым мы едем. Вот мы как раз на холме остановились, на вершине. И сейчас тоже будем спускаться. Так, можем ехать. Не держи в себе, поехали. Уп. И насколько она... У нас крутой спуск. Включаем систему краунг-контрол. И она... Так, а какой выход давай? Поставим 2 километра в час. Она сама сейчас... Данес. Ага, и на камере видно, куда мы едем самое главное. Потому что... И куда колесы. Да, из-за капота не видно, куда он едет. В какую яму спускаемся. А вы на газ давили такой, что ли? Нет, не давилась. Она сама. Потом мы только добавили газ уже в конце, да? Можно в любой момент. И сейчас вы на газ или эту пульсу? Сейчас я ее отключил. Сейчас опять ее включаем. Она включается только в драйве. И включаем систему помощи в повороте. А подвеску мы понизили? Не, мы не трогаем подвеску. А насколько она... Она сейчас затормаживает внутреннее заднее колесо полностью. И уменьшает таким образом радиус разворота. Сейчас мы с ней разворачиваемся. В следующий раз я ее отключу. И вот это вот такие звуки, это она так затормаживает, да? Да, да, да. А вы сами давите? А сейчас ее не, я ничего не трогаю. А, она сейчас сама полностью разворачивается. Да. А сейчас ты отключил? Сейчас отключил. И видишь, как у нас сразу шире. А что это срабатывается сейчас? А чего торопанит все равно. Кто? Краун контрол. Ну я его могу. Сейчас вы сами разворачиваете? Да, да, да. Сейчас сам. И она гораздо шире. И в ворота, да? Да. Краун контрол. Тут у нас прекрасные наши ямки. Да. Можно поставить там 2-3 километра. И машина сама потянет. Вы поставите 2-3 километра? А вот здесь вот нужно. Ага. Это от 1 до 5, да. И все, вы отпускаете газ в тормоз, она начинает ехать? Да, она сама едет. А потом, когда нажимать тормоз, она прекращает, правильно? И в ручном режиме выключаете? В любом режиме. Главное в драйве включить. Можно на ходу ее включить, выключить, как угодно. Но только в драйве. Что здесь вывешиваем? Ну, здесь перекрест на стол. И диагональное вывешивание. Я тоже опять ничего не трогаю. Только рот. Это на парктроник. Ну, сильно низко. На ходу ее отключаем. Сейчас вы сами управляете? Сейчас сам, да. Какой-то радиус был? 34 или 35, кажется. Градусов наклона. Да. У нас усилитель гидравлический, и в таких, при быстрой драйвежке, он прикусывает немножко. В крайних точках? Ну, при быстром вращении. В обновленном Land Cruiser 200 Toyota сделала самые кардинальные изменения за последние 7 лет. Под капотом все тот же 8-цилиндровый дизельный мотор, но его мощность увеличилась на 14 лошадей, и теперь их 249. А крутящий момент вырос до внушительных 650 ньютон-метров. У обновленного Land Cruiser появилась полезная система, которая уменьшает радиус его разворота. Принцип ее действия прост. В движении подтормаживаются внутренние колеса. Но эффект таков, что 5-метровая 200-ка может спокойно развернуться там, где не впишется автомобиль с намного меньшими габаритами. В салоне появился 9-дюймовый цветной сенсорный дисплей, на котором можно видеть все, что творится не только перед или под бамперами, но и весь автомобиль будто с высоты птичьего полета. Но самое главное, что Land Cruiser 200 при всем своем пафосе, как и раньше, остался настоящим внедорожником. У него есть и полный привод, и понижающая передача, и блокировка, и даже пневмоподвеска, увеличивающая дорожный просвет до 28 см. Кто будет покупателями этого роскошного внедорожника, понятно. Люди, которых не смущает 25-литровый расход дизеля при езде по городу и 35-литровый по бездорожью. А станут ли они выезжать на своем проходимце за город или нет, на самом деле не так уж и важно. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести. И, конечно, ставьте лайки.